Минус одна пироженка, минус две пироженки, минус... Лиза, а ты уверена, что это именно так работает? Что-то мне подсказывает, что в одной пироженке больше калорий, чем я трачу на одно упражнение. Конечно, уверена. Ты давай поменьше разговаривай и побольше занимайся. Все, не могу больше. Когда ты считаешь, я только о пироженках и думаю. Ладно, давай я о чем-то другом буду говорить, чтобы тебя отвлечь от животных, например. О, а вот это уже хорошая идея. Здравствуйте, я Екатерина Сасина. Я Елизавета Гетман, и в этом выпуске вы увидите... Не такой, как все. Всегда ли характер питомца зависит от его породы и в чем особенность корни шерексов? Безопасно и весело. Как выбрать игрушку, кошки или собаки? И обязательно ли их покупать? Умная и дружелюбная. Собака по кличке Гретта ищет заботливого хозяина. Так, ну все, с упражнениями на пресс закончили. Фух, ну наконец-то. Мне уже не нравится эта затея с похудением к лету. Катя, ну что за негативный настрой? Еще вся тренировка впереди. Это только начало? О нет, что же дальше? А дальше... Та-дам! Сюрприз! Скакалка! Бывали в моей жизни сюрпризы и приятнее. Кот по кличке Урсик живет в доме семьи Жувай уже 10 лет. Хвостатый стал сюрпризом для Эльвиры от мужа. Питомца необычной породы корни шерекс он выбрал неспроста. У мужа, у коллеги был кот этой породы. Мы были наслышаны о его качествах, о его необычной внешности. И вот муж решил, что вот этой породой он мне и хочет сюрприз сделать. Из двух свободных почему-то вот его вот эта пипка носа черненький такой смешной, забавный. Как-то вот пришелся к душе. Да, да, красивый. Обычно корни шерексы отличаются высокой активностью и игривостью, даже во взрослом возрасте. Но Урсик стал исключением из правил. Хвостатый не особо любит гоняться за игрушками. Ну, если мы с ним хотим поиграть, я ему вот недавно сделала ленточку для игр. Я с ним и подошла, с ним хотела поиграть, у него было плохое настроение, он не поиграл. Отличается от других представителей породы у Урсика и отношение к гостям. Наш оказался не такой компанейский. Потому что я его все думаю, конечно. Он такой, с настороженностью относится к посторонним. Вот. Из семьи только ко мне он так прям приходит и может полоскаться, да, в основном вот остальных будет избегать. Иногда корниш-рексов путают с другой породой – Девон-рекс. О ней мы уже рассказывали в одном из выпусков программы. Если характером хвостатые похожи, то во внешности есть отличия. Хотя заметить их на первый взгляд непросто. Различается строением головы и тела. Если приглядеться, то можно увидеть, что и шерсть разная. У Девон-рексов она более взъерошенная. Прическа корниш-рексов напоминает знаменитую голливудскую волну. Шерсть вот такая, как каракульча, кудрявая. Это тоже такая изюминка, которая нам понравилась. У породы корниш-рекс нет остевого волоса, который вот как раз не любят на одежде все, кто кошек не очень любит. У них только мягкий подшерсток. И за счет этого у них нет такого повального выпадения шерсти. Любимое место Ортика в квартире – шкаф. Оно и неудивительно, ведь представители этой породы любят укромные и теплые места. На вопрос, кто в доме хозяин, мнения у Эльвиры и дочки Таисии разделились. Мы вообще стремимся к равноправию. Самый главный – кот, потому что он везде все время шарится, всякие щели залазит, по всем уголкам шкафа лазит. И всякая такая. Да уж, Катя, со скакалкой у тебя что-то плохо получается. Да это скакалка просто плохая. Да, когда в баскетбол играли, мяч был плохой, а в баскетбол – ракетка. А что я могу поделать с тем, что ты спортивное снаряжение выбирать не умеешь? Дело непростое, понимаю. Прямо как и выбор игрушек для собак и кошек. Какие есть игрушки для собак и кошек? Для смены зубов, ну и как бы просто чисто для их веселья, для времяпровождения с владельцем и, ну, в принципе, для их развития. Для кошек в основном мышки, есть мячики, то есть прыгуны. Но кошки в основном редко за мячиками гоняются, в основном, то есть когда владелец с ним играет. Вот, ну, например, вот такие вот на веревочках. Самая хорошая кошачья игрушка – это вот мята. Вот шарик вот такой. Особенно для животных беспокойных это подходит. Ну и в целом, в принципе, то есть для животного, для его расслабления тоже хорошо подходит. На что нужно обратить внимание при выборе игрушки для питомца? Чтобы она была плотная и, то есть, чтобы у животного не было возможности, как таково, ее раскусить. Чтобы у некоторых животных, как и у людей, то есть есть аллергические реакции. Игрушка может просто не подойти, потому что, ну, шерсть из чего-то она сделана. С чего у нас там игрушка? Из пуха, то есть с того же сетепона и всего прочего. Из той же пластмассы делал, то есть животным это может не подойти. И надо очень внимательно следить за своим питомцем, когда вот он играется с этой игрушкой. Потому что я вот еще раз повторюсь, в случае, что животные заигрываются, а особенно кошки, с учетом их строения языка, они это все заглатывать начинают. Собаки откашливать начинают, а у кошек за их язык все цепляется, то есть и уходит вовнутрь. Поэтому здесь нужно быть строго, очень внимательно за этим, в принципе, следить. Есть ли развивающие игрушки для кошек и собак? Есть такие игрушки, которые развивают. Вот если взять вот такую вот игрушку, она очень хорошо развивает животного. Эта игрушка позволяет животному, то есть, как-то себя более спокойнее чувствовать. Оно замораживается. Ну, там все, что хотите, можете заморозить. И еще эта игрушка очень хорошо животного учит не торопиться есть свою еду, потому что собаки не жуют, собаки всегда глотают. То есть, и, ну, как бы немного подуспокоить. Для кошек, не знаю, для кошек в основном как-то вот повеселиться, побегать, чтобы им, чтобы у них активность была, потому что большинство квартирные животные у нас кошки, и у них в основном пассивный такой образ жизни. Шарики, вот такие вот игрушечки всякие с мышками, чтобы животное, то есть, у него была активность, потому что часто ведет животных, это у кошек особенно к ожирению. Можно ли обойтись без игрушек? Детям обязательно же игрушки все равно для развития, то есть, и как-то, чтобы ребенок понимал, что это. Так же и для животных, например. Надо заниматься с животными, то есть, игрушку, если купил, надо показывать, как ей работать. Вот, а ты элементарно, то есть, вот с той же пищалкой, особенно маленьким деткам, им начинаешь ее пищать, они пугаются. А потом, то есть, когда они постепенно привыкают, они уже сами лапами и зубах ее таскают, с этой пищалкой бегают. Но тут тоже надо быть аккуратным, потому что были случаи, вообще, когда такие пищалки даже съедали. Ну что, время подтягиваться? Нет, Лиза, все, я больше не могу. Хватит с меня спорта. Может, есть другой способ, чтобы похудеть к лету? О, а можно много гулять на свежем воздухе, и чтобы было не скучно, взять с собой четверолапого друга. Идея хорошая, но у меня его нету. Я знаю одно место, где очень много дружелюбных и любящих прогулки собак. Прежде чем попасть в приют, верный друг, собака по кличке Грета успела стать знаменитостью всех местных групп зоозащитников в социальных сетях. Неравнодушно рассылали ее фото с просьбой забрать хвостатую с улицы, ведь зима тогда была очень суровой. Сильные были Морозы, она замерзала на остановке, она никуда не уходила, всегда была, вот, ну, было принято решение верным другом забрать ее к нам, и вот она уже два года находится на нашем попечении. Уши Греты от Морозов спасти не удалось. Это единственный след, который оставила на собаке жизнь на улице. В остальном хвостатая полностью здорова и полная энергии. По словам волонтеров, ей около четырех лет. Грета любит играть, общаться с другими животными и людьми, но при этом не гиперактивна. Дружелюбная, очень дружелюбная собака. Ну, как бы, вообще, никогда ни с кем не цеплялась, ничего такого доброго. Ну, она всегда тянется к людям, и к волонтерам, и к детям, в принципе. Неприхотлива в еде вообще, как у нас некоторые есть, которые кормишь, они только одно выбирают, вообще, абсолютно. Ну, собака для семьи, я думаю, так. Обычно волонтеры не гуляют с Греты на поводке, так как она знает, где ее место. Но, если нужно надеть ишейник и пойти на привязи, собака относится к этому совершенно спокойно и сильно за собой не тянет. Добровольцы считают, что при желании их во статуе можно легко обучить любым командам. Пока Грета знает только две. В принципе, она умная, она знает, что такое домой. Она знает, когда если она гуляет, они не знают, что такое кушать, они сразу заходят в вольер. То есть нет такого, что мы их ловим, а хотя они гуляют у нас без поводка. Если Грета вам понравилась, и вы хотели бы стать ее новым хозяином, дарить ей тепло и уделять время с волонтерами приюта «Верный друг», можно связаться через группу во Вконтакте. Адрес вы увидите на экране. Собаку передают бесплатно, заключая с владельцем договора. Грета – замечательная собака. Но брать ее домой только ради прогулок – не очень ответственный поступок. Пусть ей лучше прийти тот, кто готов ей уделять много времени. Тут ты права. Катя, ты совсем меня заболтала. Давай продолжай тренировку. Знаешь, Лиза, я тут подумала, что и так прекрасно выгляжу, а спортом буду заниматься для удовольствия, а не похудения. Поэтому пойдем лучше сыграем в волейбол. Пойдем. А на этом мы с вами прощаемся. Напоследок вас ждут несколько интересных фактов про животных. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили. А вы знали, что в среднем одна корова дает около 200 тысяч стаканов молока? А на вкус напитка напрямую влияет то, что ест буренка. Если она пообедает, например, полынью или диким луком, то молоко будет горчить. А еще, если рогатая вас облизнула, значит вы ей понравились. Животное, к слову, практически не различает цвета. Так что, вопреки распространенному мнению, быки бросаются не на красный цвет, а на Териодора, который намеренно злит его резкими движениями. Вторым по величине сухопутным животным на планете являются носороги. Больше них только слоны. Всего в мире существует 5 видов носорогов. Длина самого большого рога у него почти 160 сантиметров. А вот около 20 тысяч лет назад по земле ходили носороги, у которых рога были до 2 метров. Кстати, зрение у этого грозного животного не очень хорошее. Зато у них хороший слух и чуткое обоняние. Расположение полос на теле тигра также уникально, как человеческие отпечатки пальцев. А еще тигры умеют подражать голосам некоторых других животных. Этот навык они применяют во время охоты. Тигр считается самым крупным из семейства кошачек. А вот мурлыкать, в отличие от своих собратьев, полосатый не умеет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова